Просветительский марафон «Знания о науке будущего» впервые объединил работу студии «Общество знания» сразу в пяти городах – Вологде, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Туле. В течение всего дня прошли несколько увлекательных лекций, панельных дискуссий и презентаций научных проектов. Мероприятие проходило в смешанном формате, с приветственным словом к участникам марафона выступил в Рио-ректор КФУ Дмитрий Таюрский. Сегодня мы тоже видим ярчайшее проявление российской науки. Многие мегапроекты, научные мегапроекты в мире невозможно вообще было бы начинать без участия российских ученых. Сегодня яркая, красивая российская наука, которую делают молодые люди, это есть тот двигатель нашей страны. Слова поздравления также прозвучали от заместителя министра по делам молодежи Республики Татарстан Софьи Мустафиной и вице-президент Академии наук РТМ Вадим Махоменко. Напомним, что 20 декабря общественная просветительская организация запустила совместно с Казанским университетом проект, направленный на популяризацию научных знаний, информирование граждан о современных достижениях в области науки и технологий доступным языком. Соглашение о сотрудничестве было подписано со стороны Казанского университета Ильшадом Гафуровым и со стороны Российского общества знания Максимом Древалем. В рамках реализации данного проекта на площадке ВУЗа была открыта мультимедийная студия лектории общества знания. И мне очень понравилась его мысль, что основной упор развития молодой науки мы должны делать на том, чтобы принимали те ученые, которые уже в принципе в возрасте и которые уже очень давно в научной среде. Они должны их принять и должны им помочь. Это очень важно. Эксперты, представители науки, IT-индустрии, бизнеса, образования, а также государственные деятели рассказали о самых перспективных исследованиях и прерывных открытиях, поделились своими знаниями и представлениями о науке будущего. Елизавета Никитина, Универньюс.